И сожли моей молодой новейшкой... Здесь, в Щелковском театре, вспоминают Данилу Кашина, нашего земляка, который жил здесь очень давно, на Щелковской земле, и о нем память сохраняется по сей день. В 1799 году Даниле Кашину, крепостному композитору, генерал Бибиков, владелец усадьбы Гребнева, дал вольную. Данила Кашин уже писал музыкальные пьесы для театра и скоро стал востребован как сочинитель опер, романцев, песен, в том числе на стихи Жуковского, Пушкина, других поэтов того времени. В Щелковском районе наследие композитора ценят и любят. Ежегодно в мае проводится фестиваль, который называется «Кашинские дни». На его открытие в Щелковском театрально-концертном центре на красочное представление собрали школьников, в которых, как и в прошлые годы, организаторы фестиваля стремятся заинтересовать ярким примером творческого отношения к жизни со стороны нашего удивительного земляка из давнего-давнего прошлого. Если это все начиналось с конкурса стихов, с конкурса рисунков, с вокального конкурса, то в этом году это целый цикл мероприятий. И я думаю, что, вы знаете, вот это имя и его творчество, оно дает возможность создать такую платформу для того, чтобы потом творческие люди, дети творческие района имели возможность выражения своего творчества, имели возможность потом показывать свой рост. У «Кашинских дней» уже есть традиции, которые сохраняют и развивают энтузиасты, любители старинной музыки, ценители творческого наследия композитора, ставшего гордостью для Щелковской земли. Данила Акашин мы начали заниматься в 2009 году. То есть в следующем году будет уже юбилей, 10 лет, как мы занимаемся этим композитором. Этот пласт подняла Ирина Ивановна Иларионова, работая в администрации культуры. Это наша культура, наше прошлое, наша история. И это очень важно для общего развития. Не только развиваться свои знания, но и духовно развиваться, слушать музыку, не только современную, но и классику. То, что писали еще в 17-18 веке и раньше, это важно. На открытии «Кашинских дней» для школьников и их преподавателей были исполнены музыкальные композиции и песни, написанные 200 лет назад и возрожденные в репертуарах хоров и вокальных ансамблей. Андрей Циханович, Александр Роджевский, телерадиокомпания «Щелково».